Введение. Богатство любого государства – это его население. Люди создают государство и являются источником, двигателем его развития и процветания. А чтобы активно действовать, человек должен быть здоров. Но как можно быть полностью здоровым человеком в стране, где продают поддельные лекарства, где в натуральные пищевые продукты намеренно добавляют не только пальмовое масло, но и то, что есть нельзя. Мел, известь, мыло, различного рода консерванты, которые вредят здоровью. Дмитрий Медведев, будучи премьером, подписал документ об отмене с 1 января 2020 года ГОСТов СССР и РСФСР на пищевые продукты, дав тем самым негласное разрешение на изготовление молока из извести и белковых сосисок. Отныне российских граждан можно пичкать чем угодно, это в застойном и отсталом Советском Союзе существовал жесткий надзор за качеством производимой продукции. Сосиски были из настоящего мяса, а не соевого белка и глутамата. Потребитель все купит, особенно в ситуации, когда люди экономят на элементарном, ориентируясь на самые дешевые продукты питания, заявил популярный ведущий «Царь Града» Юрий Пронько в программе «Сухой остаток». Этот безрадостный вывод вскоре многократно был подтвержден экспертами Россельхознадзора. В результате проверок они выяснили, что в молоко, кроме воды, в России стали подмешивать крахмал, мел, мыло, соду, известь, борную или салициловую кислоты и даже гипс. «Все это делается для фальсификации или для предохранения от быстрого скисания», указывается в официальном сообщении Россельхознадзора. В ведомстве подчеркивают, что нужный эффект за счет таких добавок не достигается, молоко все равно киснет, а фальсификат приводит к пищевым отравлениям. Россельхознадзор рассказал о содержании в молоке добавок из мыла и гипса. Среди лекарственных средств в России было выявлено много подделок, которые не лечат, а травят человека. В Российской Федерации чаще всего подделывают антибиотики, болеутоляющие и средства для желудочно-кишечного тракта. В Москве ликвидировано производство поддельного орбидола. Интерпол обнаружил в российском сегменте интернета 1200 сайтов, предлагающих липовые медикаменты. До 40% предлагающихся на отечественном рынке лекарств не обладают доказанной эффективностью и безопасностью. Не укрепляет здоровье нации и плохая экология. Вот и получается, что одни люди россиян лечат, а другие калечат. Поэтому одна из важнейших функций государства в таких капиталистических реалиях, когда прибыль ценится выше здоровья человека, заключается в поддержании здоровья своего населения, несмотря на некачественное питание, нечистую воду и воздух. Такая поддержка должна осуществляться всемерно, в том числе через систему здравоохранения страны. Здравоохранение представляет собой систему мер политического, экономического, социального, правового, научного, медицинского, санитарно-гигиенического, противоэпидемического и культурного характера, направленных на сохранение и укрепление физического и психического здоровья каждого человека, поддержание его долголетней активной жизни, предоставление ему медицинской помощи в случае ухудшения здоровья. Конституция Российской Федерации провозгласила, каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь, статья 41. Основной закон страны декларировал бесплатную медицинскую помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения. Иным было здравоохранение в нашей стране при царской или княжеской власти. История медицины в России на протяжении многих столетий была связана с государевым двором. Единственным источником медицинской помощи в провинции до XIX века служили травники и целители, которые принимали больных за деньги или иные подношения, например, за чарку и угощение в кабаке. В северных областях знахарствовали в основном мужчины, тогда как на юге и в Малороссии это ремесло считалось женским. Даже в XIX веке не в каждом уездном городе имелся профессиональный лекарь, врача приходилось выписывать из губернского центра. На селе первые доктора появились с развитием земской медицины в последний третий этого века. О состоянии медицины в средневековой России можно судить по лечебникам того времени. В них описываются операции черепосверления, чревосечения, ампутации. Для усыпления больного использовались настой мака или мандрагора, а также вино. Врачеванием занимались костоправы, кровопуски, зубоволоки и другие тис, резальники-резальники. С целью дезинфекции инструменты обрабатывались на огне. Раны обрабатывали березовой водой, вином и золой, а зашивали волокнами льна, конопли или тонкими кишками животных. Восточные славяне из Речи Посполитой и Великого княжества Литовского имели возможность обучаться в лучших университетах Европы. Так, Франциск Скорина из Полоцка получил в 1512 году степень доктора медицины в Падуанском университете. Еще раньше, в 15 веке, в Болонском университете подвязался доктор философии и медицины Георгий из Драгобыча. Из уроженцев московского государства первым степень доктора, в Падуе, получил в 1696 году Петр Постников. Начало государственной медицины России было положено царем Иоанном Грозным в 1581 году учреждением аптекарской палаты, преобразованный при царе Борисе Годунове в аптекарский приказ в 1594-1595 годах. Основными функциями аптекарского приказа были Организация медицинской помощи членам царской семьи, а также стрельцам, боярам и другим людям. Организация обеспечения отечественными и импортными зельями, принятие определенных мер профилактики и защиты при эпидемиях, приглашение зарубежных лекарей и докторов, подготовка лекарей и т.д. В 16 веке для оказания медицинской помощи царю и его семейству привлекались врачи из Западной Европы. С приездом в Москву в 1581 году английского тиз доктора-доктора Роберта Якоба, прозванного на русский лад Романом Елизаровым. При дворе Ивана Грозного была учреждена государева аптека, которая обслуживала членов его семьи. В аптеке работали англичане, голландцы, немцы и другие иноземцы. От более раннего времени сохранились имена царских лекарей Бамелия, Тиз, Булева-Булева и Эринштейна, которых москвичи принимали за волхвов. Врачей в России традиционно называли докторами. Это обусловлено тем, что большинство иностранных медиков, приезжавших в Россию, имели степень доктора медицины, полученную в европейских университетах. На докторские должности назначались иностранцы, представлявшие, как правило, рекомендательные письма от монархов своих государств. После смутного времени, по другим сведениям, при Борисе Годунове, появилось первое государственное медицинское учреждение «Аптекарский приказ». В его ведении находились аптекарские огороды, где выращивались лечебные травы. Наиболее ценные лекарства импортировались из Европы. С 1654 года при аптекарском приказе действовала первая в стране лекарская школа. Иностранные лекари подвергались экзамену в аптекарском приказе позднее в медицинской канцелярии и только после этого вступали в должность. Не все иностранные доктора выдерживали экзамен. Но в этих случаях они обычно не уезжали, а прельщенные высоким окладом оставались на лекарских должностях. В функции докторов входило лечение царя, царского семейства и знатных людей. Центрами врачевания в провинциях служили монастырские лечебницы. До наших дней сохранились больничные палаты, выстроенные в XVII веке в Троице-Сергиевом, Кирилло-Белозерском, Новодевичьем и других крупных монастырях русского государства. Во время частых эпидемий и моровых поветрий правительство принимало карантинные меры. Царь Алексей Михайлович с 1654 по 1665 выпустил свыше десяти указов о предосторожности от морового поветрия. Так, во время чумы 1654-1655 годов дороги на Москву были перекрыты заставами и засеками, через которые не разрешалось пропускать никого вне зависимости от звания, а за ослушание полагалась смертная казнь. С XVII века доктора приглашались в войска полковыми лекарями. С XVIII века работали в лазаретах и госпиталях. Они лечили военнослужащих, проводили их освидетельствование с составлением кис доктурской доктурской сказки, содержащей вывод, можно ли данному лицу служить в армии. Доктора ежемесячно рапортовали с 1716 года археатру, главному медику государства, о числе больных и умерших и о болезнях. Доктора входили в штат аптекарского приказа, затем медицинской канцелярии и медицинской коллегии, назначались штат физиками и так далее, при медицинской канцелярии состояло некоторое число внештатных докторов для особых командировок и вакансий. К управленческой деятельности они первоначально не допускались. Только с 1716 года, когда к руководству медицинским ведомством пришли археатры и иностранцы, началось активное проникновение иностранных докторов в управление медициной. Царь ввел монополию на торговлю лекарственными средствами. Отпускать их разрешалось через главную аптеку напротив Чудова монастыря или через новую аптеку близ посольского приказа на Илинке. В русской армии 17 века практиковался ремесленный способ обучения лекарскому делу. Лекари и иностранцы по контракту нанимались на службу в русские полки. Для обучения лекарскому делу к ним прикомандировались русские стрельцы и стрелецкие дети. Такое ремесленное обучение продолжалось несколько лет, после чего ученики получали звание лекаря и назначались в полки. Большая часть населения в 17 веке продолжала пользоваться услугами знахарей, травников, повивальных бабок, о которых имеются упоминания в песцовых книгах. Знания в области народной медицины передавались в основном устно, но часть этих сведений записывалась. Таким способом возникали переработки рукописных лечебников. Много сделал для развития медицины, особенно в армии и на флоте, император Петр I. Известно, что способных молодых дворян он отправлял за границу, в Италию для изучения медицины учреждал военные госпитали и при них хирургические училища. Великий реформатор повелел разводить аптекарские сады и положил начало вольным аптекам в России, пригласил в казенную службу иноземных врачей и вызвал из-за границы повивальных бабок. После реорганизации его аптекарский приказ стал учреждением коллегиальным под названием медицинской канцелярии. При этой канцелярии впоследствии был учрежден совет из медиков. Петр хотел из этого учреждения создать центральную медицинскую коллегию, которая должна была проводить новые медицинские мероприятия, но отсутствие врачей помешало воплотить эти прожекты в жизнь. В течение 17-18 веков лейб медиками, обслуживавшими царскую фамилию, по-прежнему были почти исключительно иностранные специалисты. В 1715 году был издан указ о том, что доктора, занимавшие лекарские должности, впредь обязаны именоваться не по степени, а по должности лекарями. В заслугу Петра I следует положить также начало военно-полевому врачебному делу. С этой целью было выписано из-за границы в 1695 году 25 медиков и в 1697 году еще 50 лекарей. Служащий в армии доктор имел должность не ниже дивизионного лекаря. Он должен был ходить в заграничные походы. Закон запрещал военным врачам отказ от службы в военное время. Военные доктора подчинялись генерал-штабу доктору армии. Направляясь в поход, дивизионный доктор мог получить дополнительное поручение, например, осмотреть в походе заграничные госпитали. До конца XVIII века русскому медику получить степень доктора и соответствующую должность было трудно. Иностранные доктора оплачивались в России чрезвычайно высоко, дорожили своими местами и боялись возникновения конкуренции со стороны русских. Несмотря на стремление высших правительственных чиновников к подготовке русских докторов, иностранные представители Российской медицинской администрации противодействовали получению русскими полного медицинского образования. Поэтому в госпитальных школах преподавали в основном практическую сторону медицины и выпускали лекарей. И созданные в дальнейшем российские учебные заведения до 1791 года не имели права присваивать докторскую степень. Российские чиновники из иностранцев неохотно признавали даже степени, полученные русскими за границей. Известны сенатские разбирательства по этим вопросам. Доктора имели чин в зависимости от занимаемой должности. Доктора – члены медицинской коллегии, коллежского советника. Городской и губернские доктора, подпоручика, дивизионный доктор, чин премьер-майора, равный коллежскому асессору. Перечислены дворянские звания, которые давали привилегии и даже земельные наделы. В связи с созданием 19 января 1797 года врачебных управ, взявших на себя часть военно-медицинских забот, были уничтожены должности генеральных, дивизионных и корпусных докторов. Важный шаг на пути развития здравоохранения простых для людей Российской империи стало развитие земской медицины в XIX веке при реформаторе Александре II. Главной задачей земской медицины было обеспечить доступность здравоохранения всему населению страны. При Александре II с 1866 года стала создаваться фабрично-заводская медицина, чему во многом способствовало развитие капитализма в России ТИС после послеотмены крепостного права. После эпидемии холеры, охватившей в 1865 году промышленные города. Комитет министров по ходатайству московского генерал-губернатора 26 августа 1866 года принял положение об организации стационаров на предприятиях, где было занято свыше 1000 рабочих, из расчета одна больничная койка на 100 рабочих. Владельцев промышленных предприятий обязали содержать больницы и амбулатории. Согласно статье ТИС, 107-107 устава о промышленности запрещалось брать с рабочих плату за медицинскую помощь, а также лекарства, уход во время болезни, обеспечение санитарно-гигиенических условий. В 1867 году Государственный совет продлил действие положения от 26 августа 1866 года на неограниченный срок, хотя четкие стандарты обеспечения народного здравия в том документе определены не были. Затем в семи крупных промышленных центрах империи был введен обязательный городской сбор на развитие здравоохранения. В 1897 году путь к медицинским профессиям был открыт женщинам, когда в Санкт-Петербурге был учрежден Женский медицинский институт, чтобы обеспечить кадрами в первую очередь сельские и национальные регионы, где женщины нередко стеснялись обращаться за помощью к врачам-мужчинам. Обладательницы медицинского диплома также работали акушерками и медсестрами, участвовали в создании яслей. Широкомасштабная кампания по борьбе с одной из главных российских бед – беспробудным пьянством – началась в России на рубеже 19-го и 20-го столетий. Ввиду повального употребления крепких спиртных напитков и суровых зим именно в дореволюционной России впервые появилось такое учреждение, как медицинский вытрезвитель. Государство объявило тогда монополию на торговлю спиртным, монопольную продажу пятий, и в каждом губернском и уездном городе были образованы попечительства о народной трезвости. Помимо контрольных функций, за соблюдением правил продажи горячительных напитков, комитеты этих попечительств знакомили народ с вредом пьянства. Доставляли ему разумные развлечения, помогали обществам, имеющих такие же цели, а также лечили алкоголиков. В Туле такой комитет был создан летом 1901 года. Его возглавил видный общественный деятель, будущий глава города Любомудров. 7 ноября 1904 года в Туле в доме Гудковой на Рубцовской улице состоялось торжественное открытие приюта для опьяневших, одного из первых вытрезвителей в России. До туляков лечением алкоголиков уже занимались врачи в Саратове и Киеве 1902 год, а затем в Ярославле 8 сентября 1903 года. Но именно в Туле впервые основательно подошли к борьбе с пьянством. Помимо медиков приюта и амбулатории для опьяневших отрезвлением горожан, занимались священники церкви Николая Чудотворца, Николы Толстого, как его называли горожане, и волонтеры в Народном доме, теперь театр юного зрителя. Примечательно, что тульский врач, Архангельский, один из инициаторов открытия приюта для алкоголиков, сам страдал запоем. Охрана здоровья в Российской империи в начале 20 века представляла собой картину полного краха, как и сама монархия, павшая под бременем жестоких бессмысленных войн и революционного натиска угнетенного народа. К этому времени уровень смертности утроился, а уровень рождаемости сократился вдвое. Медицинская помощь была распределена между различными ведомствами, не имела достаточных финансовых ресурсов и обеспечивалась в основном за счет бюджетов земств и самоотверженного труда ведущих земских врачей. Повсюду ощущалась крайняя нехватка медицинских работников, больниц и лекарств. Гражданская война и военные действия по всей стране усилили разрушение промышленности и сельского хозяйства. Население голодало. Нехватка топлива, транспорт, системы водоснабжения и канализации в городах и селах находились в очень плохом состоянии, что привело к опасной эпидемиологической ситуации. Только организованная система здравоохранения могла спасти страну от вымирания, помочь в борьбе с болезнями и эпидемиями. С 1917 года в условиях формирования нового общественного строя в нашей стране были созданы новые органы управления и сформированы теоретические основы системы здравоохранения. Система здравоохранения, построенная в СССР, была одним из выдающихся достижений советского народа. Советское здравоохранение внесло большой вклад в развитие медицины в нашей стране. С 1917 года в нашей стране проблемы охраны здоровья стали государственной проблемой, что обеспечивалось государственным управлением и финансированием здравоохранения и медицинской науки. Тяготы революции, гражданской войны, разруха, голод, несовершенная организация медико-санитарной помощи, нехватка врачей определили перечень неотложных задач этого периода. Построение новой системы организации медицинской и санитарной службы в Красной Армии. Борьба с эпидемиями, привлечение медиков к активной работе и создание необходимых условий для оказания медицинской помощи населению, охрана материнства и младенчества. Борьба с эпидемиями и болезнями в масштабах страны требовала организационного единства здравоохранения, ликвидации ведомственной раздробленности, создания государственной сети больниц и аптек, преодоления нехватки медицинских кадров. Осуществление этих задач в масштабах огромной страны, в условиях войны, голода и разрухи было возможно только при наличии государственной системы здравоохранения, основу которой и предложил в те годы Семашко Николай Александрович. В 1921-1949 годах профессор, заведующий кафедрой социальной гигиены медицинского факультета Московского университета, с 1930 года Первый Московский медицинский институт, с 11 июля 1918 года по 25 января 1930 года Народный комиссар здравоохранения РСФСР. Нарком Семашко ввел единые принципы организации системы здравоохранения, в том числе общедоступность бесплатного медицинского обслуживания. Ответственность государства за здравоохранение, качественное медицинское обслуживание, тесное взаимодействие медицинской науки и практики. Первоочередное внимание детству и материнству, единство профилактики и лечения, ликвидации социальных основ болезней, привлечение общественности к делу здравоохранения, единство пропаганды здорового образа жизни, лечения и реабилитации. После 1918 года, когда в силу вступили принципы организации здравоохранения Семашко, Россия начала борьбу с инфекциями. Были введены жесткие санитарные и противоэпидемические меры, направленные в частности против туберкулеза, брюшного и сыпного тифа, малярии и холеры. Среди прочего, проводили широкомасштабные бытовые профилактические мероприятия и регулярные медицинские осмотры, улучшили санитарно-гигиенические условия в городах и организовывали карантины. Статистика свидетельствует, что благодаря хорошо организованной системе здравоохранения в Советской России общая смертность за годы советской власти уменьшилась более чем в три раза, детская смертность – почти в 10 раз. В результате снижения смертности в СССР средняя продолжительность жизни значительно возросла по сравнению с дореволюционным периодом – 70 лет в 1900. В 1971-1972 годах по сравнению с 32 в 1896-1897 годах. Улучшение условий жизни мероприятия советского государства по охране здоровья детей способствовали неуклонному повышению уровня физического развития представителей всех слоев населения СССР. Уже в 30-х годах в СССР не было разницы в уровне физического развития детей и молодежи из семей рабочих и служащих. Таким образом, при советской власти система здравоохранения прошла не только путь становления, но и бурного развития. Советская медицина сыграла важную роль в достижении Великой Победы, спасая жизнь бойцам и командирам, возвращая их в строй. Маршал Советского Союза Жуков писал, что в условиях Большой войны достижение победы над врагом зависит в немалой степени и от успешной работы военно-медицинской службы, особенно военно-полевых хирургов. Опыт войны подтвердил справедливость этих слов. В обслуживании раненых и больных во время войны участвовала не только медицинская служба вооруженных сил, но и органы здравоохранения на местах. Подвиг медицинских работников в годы войны вызывает восхищение. Благодаря труду врачей было спасено более 17 миллионов бойцов, по другим данным, 22 миллиона. Около 70% раненых были спасены и вернулись к полноценной жизни. Следует помнить, что в военные годы медицина столкнулась с множеством трудностей. Не хватало квалифицированных специалистов, мест в госпиталях, медикаментов. Хирургам в полевых условиях приходилось работать круглосуточно. Врачи рисковали жизнью наравне с боевыми товарищами, из 700 тысяч военных медиков погиб каждый восьмой, более 12,5%. Об этом и многом другом повествует эта книга. Глава 1. Здравоохранение в Царской и Советской России. Параграф 1. 1. Охрана здоровья в Царской России. Лекари и врачи всегда были при дворах русских князей и царей. Этот факт лишний раз подчеркивает то обстоятельство, что великокняжеские и царские особы, голубая кровь, заботились больше о собственном здоровье, чем о своих поданных. Сохранились даже имена многих из придворных лекарей, начиная с киевского князя Владимира, крестителя. Киевские князья стали прибегать к врачебным услугам иноземных лекарей, однако на постоянной основе иностранцы стали работать только при дворе великого князя Василия Ивановича. Его придворного врача звали Николай Булев. История медицины в Царской России насчитывает много столетий и тесно связана с царской семьей. При дворе царя Ивана Грозного также было много иноземных докторов, в основном англичане, такие как Ральф Стендиш и Арнольф Флинсий. Среди его врачей был печально известный Елисей, Элизий, Бомелий. В смерти царя Ивана источники обличали голландца Иоганна Эйлофа. Иностранных докторов часто подозревали, иногда этому были подтверждения, в ведении подрывной деятельности по заказу западных властителей. Наиболее частые обвинения иностранных докторов в ведостве, наведении порчи и отравлениях, в том числе массовых. Иногда лекари, часто пользовавшиеся еретической и оккультной литературой, попадали под официальную борьбу, которая велась с местными знахарями, в чьем арсенале присутствовала магия и чернокнижие. Как правило, все придворные иностранные медики имели докторскую степень. Царские лекари, как правило, состояли в подчинении у главы аптекарского приказа. Вообще, положение иностранцев в России, а медиков в особенности, было неоднозначным. С одной стороны, их ученость вызывала огромное уважение русских, однако, с другой стороны, их деятельность вызывала недоверие, раздражение, а подчас и злобу народа – нередки случаи в истории России. Начиная с времен смуты и кончая революционными событиями 1905 года, когда сами доктора или их дома подвергались нападениям толпы. Указ царя Алексея Михайловича от 1653 года свидетельствует о масштабах явления, когда «многие люди мучатся разными болезнями и помирают». Таких злых людей и врагов божиих велено в струбах сжечь безо всякой пощады и дома их велено разорить до основания. Особое внимание на военную медицинскую часть в России обращал Петр I. Многих молодых людей он отправлял за границу, в Италию для изучения медицины, учреждал военные госпитали и при них хирургические училища. Повелевал разводить аптекарские сады и положил основание началу вольных аптек в России, пригласил в казенную службу иноземных врачей и вызвал из-за границы повивальных бабок. Аптекарский приказ стал учреждением коллегиальным под названием медицинской канцелярии под главным начальством архиатера. При этой канцелярии впоследствии был учрежден совет из медиков. Петр хотел из этого учреждения создать центральную медицинскую коллегию, которая должна была проводить новые медико-полицейские меры на целую Россию. Но он встретил непреодолимое к тому препятствие отсутствие врачей, с чем долго боролись и его преемники. Это значительное число лекарей объясняется стремлением Петра I положить начало более или менее правильно организованному военно-полевому врачебному делу. С этой целью было выписано из-за границы с 1695 года стали выписывать иностранных докторов, знакомых с этим ремеслом. Служащий в армии доктор имел должность не ниже дивизионного лекаря. Он должен был ходить в заграничные походы. Закон запрещал военным врачам отказ от службы в военное время. Военные доктора подчинялись генерал-штаб доктору армии. Направляясь в поход, дивизионный доктор мог получить дополнительное поручение, например, осмотреть в походе заграничные госпитали. В связи с созданием 19 января 1797 года врачебных управ, взявших на себя часть военно-медицинских забот, были уничтожены должности генеральных, дивизионных и корпусных докторов. 4 августа 1805 года по утвержденному монархом докладу министра внутренних дел медицинская часть была преобразована и введена должность генерал-штаб-доктора, возглавлявшего военно-медицинское ведомство и состоявшего при министре внутренних дел. Каждым армейским госпиталем руководил главный доктор, при командующем флотом также находился главный доктор. Все медицинские чины назначались министром внутренних дел. 27 января 1812 года в связи с учреждением большой действующей армии в состав главного полевого штаба входил полевой генерал-штаб-доктор, которому подчинялись соответственно корпусной штаб-доктор и дивизионный доктор. Российское государство было наиболее заинтересовано в развитии военной медицины, которая до середины XIX века служила локомотивом медицинских знаний и практик. В 1798 году в Петербурге была учреждена военно-медицинская академия, которую возглавил шотландец Джеймс Уайли Яков Вилли. Наглядную картину эволюции военной медицины в России XIX века представляет Военно-медицинский музей в Петербурге. Общественное здравоохранение в России начинает развиваться при Александре I с создания в 1802 году в столице императорского человеколюбивого общества под патронажем вдостывающей императрице Марии Федоровны. В 1816 году было организовано подобное общество и в Москве. В задачи обществ входили организации массовой вакцинации против ОСПы, лечения на дому, медицинской помощи в приютах и родильных домах, в тюрьмах и исправительных домах, благоустройство больниц. Помимо обществ, организацией здравоохранения занялось и государство. В 1803 году при Министерстве полиции был создан Медицинский совет. Совместно с приказами общественного презрения и губернскими медицинскими советами Медсовет начал разворачивать сеть больниц и приютов для инвалидов и сирот. В 1804 году в Москве было создано физико-медицинское общество, в задаче которого входили ведения метеорологических наблюдений, статистики заболеваний, рождаемости и смертности в Москве, изучение профессиональных заболеваний. В 1810 году Медицинский совет передали изведения Министерства полиции в Министерство народного просвещения. Затем в 1811-1822 годах параллельно работали два общегосударственных медицинских совета при Министерстве полиции с 1819 года. Министерство внутренних дел, а другой при Министерстве народного просвещения, а с 1822 года продолжил работу только первый. В 1823 году начал издаваться первый в России научно-военно-медицинский журнал. Юридическая база общественного здравоохранения была прописана в своде законов Российской империи 1833 года, в который вошел и врачебный устав. Он определил, что главной задачей здравоохранения является противодействие эпидемиям, а регулирует это медицинская полиция. Таким образом, зародившаяся в конце XVIII века как военная дисциплина эпидемиологии к началу XX века превратилась в самостоятельную науку. Соответствующая специальность появилась в военно-медицинской академии, где в 1894 году была создана кафедра заразных болезней и медицинской бактериологии. Идея приоритета санитарно-профилактической работы в 1870-е годы стала популярной среди земских медиков. На рубеже XVIII-XIX веков общее количество врачей в Российской империи увеличилось полутора тысяч до 8072-х. В 1846 году треть этих докторов работали в армии и на флоте. В отдаленных районах империи военные медики играли большую роль. Они не только обеспечивали боеспособность армии и флота, но и создавали основы медицинской помощи местному населению, вели исследовательскую работу и наблюдение. Одним из первых постоянных военно-медицинских учреждений России стал Кронштадтский госпиталь, где впервые в истории медицины была проведена пункция Перикарда, получена ТИС противочумная противочумная вакцина и применено хлорирование питьевой воды. Госпитальная школа готовила медицинские кадры для армии и флота, проводила исследования, давшие толчок к развитию медицинской науки. В 1859 году в Кронштадте было основано Общество морских врачей. Одним из направлений реформ Александра II было развитие земской медицины. Ее задачей было обеспечить доступность здравоохранения всему населению страны. Для этого земскому врачу приходилось преодолевать немалые расстояния, даже по бездорожью и в ненастную погоду. Земской медицине было предписано сотрудничать с фабрично-заводской медициной, которая стала создаваться с 1866 года после отмены крепостного права. Разбор причин эпидемии холеры, охватившей в 1865 году промышленные города, стал причиной принятия положения оборганизации стационаров на предприятиях, где насчитывалось свыше одной тысячи рабочих из расчета одна больничная койка на сто рабочих. Комитет министров по ходатайству московского генерал-губернатора 26 августа 1866 года обязал владельцев промышленных предприятий содержать больницы и амбулатории. Согласно статье 107-й устава о промышленности запрещалось брать с рабочих плату за медицинскую помощь, а также лекарства, уход во время болезни, обеспечение санитарно-гигиенических условий. Должностные инструкции для врачей, фельдшеров и повивальных бабок регулировали стандарты медицинской помощи, земские управы контролировали работу губернских и сельских больниц, психиатрических лечебниц и фельдшерских школ. В 1867 году Государственный совет продлил действие положения от 26 августа 1866 года на неограниченный срок. Хотя четкие стандарты обеспечения народного здравия в том документе определены не были. Затем в семи крупных промышленных центрах империи был введен обязательный городской сбор на здравоохранение и таким образом они были исключены из юрисдикции положения 1866 года. Это касалось Москвы, Санкт-Петербурга, Одессы, Иваново-Вознесенска, Лодзи, Харькова и Варшавы. Второй этап в развитии медицины в России произошел при Петре I. Вместо аптекарского приказа в 1721 году была создана медицинская канцелярия, которая в 1763 году была преобразована в медицинскую коллегию. Петр I открыл первые госпитали и госпитальные школы, пригласил в них много иностранных врачей. В 1720-1721 годах в Петербурге создал первый в России завод казенных врачебных заготовлений, государственное производство по изготовлению лекарственных средств из отечественного сырья. В 1775 году по указу Екатерины II ввели приказ общественного презрения, было положено начало доступности медицины гражданскому населению. В 1864 году была проведена земская реформа, в результате которой была осуществлена попытка сделать доступной медицину для сельского населения. Она получила распространение в 34 из 97 губерний и областей России. Основные звенья земской медицины конца XIX века. Первая сельская участковая больница. Второй уездный и губернский санитарный врач. Бюро. Третий уездный и губернский съезд земских врачей. Проблема здравоохранения в Российской империи остров стала в период царствования императора Николая II почти сразу же после его вступления на престол. Коренное улучшение состояния здравоохранения в России было выдвинуто Николаем II на первый план. Причина проста, в стране развивалась эпидемия чумы. Россия в тот исторический период занимала первое место в Европе по распространенности среди населения эпидемии оспы, холеры, чумы, цепного и возвратного тифов, малярии и других заболеваний, наносивших огромный ущерб здоровью населения и экономике. 11 января 1897 года Николаем II была утверждена особая комиссия под председательством принца Альденбургского о мерах предупреждения и борьбы с чумой, которая добилась некоторых успехов на этом направлении. Николай II поддержал внедрение в Российской империи территориальной системы врачебных участков, которой не было нигде в мире. В ходе реформы здравоохранения в Царской России сложилась трехзвенная структура медицинской помощи населению – врачебный участок, уездная больница, губернская больница. Лечение в этих медицинских учреждениях было в основном бесплатным. В 1901 году в России медицинскую помощь получили ТИС 49 миллионов 49 миллионов человек, через три года в 1904 57 миллионов, еще через три года. В ТИС 1907 1907 69 миллионов, в 1910 86 миллионов и в 1913 98 миллионов. Быстрыми темпами строились новые больницы и другие медицинские учреждения. В 1914 году в России уже насчитывалось 22 772 врача, 28 500 ТИС, фельдшеров, фельдшеров, 14 194 акушерки, 4 113 зубных врачей, 3 125 дантистов. Сеть аптек в 1913 году была представлена 5 тысячами 11 аптеками, 13 тысячами 357 фармацевтами. В 1913 году в 17 медицинских вузах училась 8600 студентов. Особенно успешно продвигались борьба и профилактика острых инфекционных заболеваний. Если в период с 1891 по 1895 год в России от острых инфекционных заболеваний в среднем умерло ТИС 587 тысяч, 587 тысяч человек, то за период с 1911 по 1914 год 372 тысячи человек. Следовательно, смертность от этих болезней сократилась в два с половиной раза. При Николае Втором получила мировое признание русская научная медицина, которая не могла бы развиваться без государственной поддержки. В эпоху императора Николая Второго впервые были удостоены Нобелевской премии русские ученые, физиолог Павлов 1904 год и микробиолог Мечников 1908 год. Русские ученые провели новаторские исследования структуры мозга, стояли у истоков таких областей медицины, как судебная психиатрия, гинекология и гигиена, были основоположниками электрофизиологии и электрокардиографии. В начале XX века в России выходило свыше 150 общих и специализированных научных медицинских журналов. За четверть века с 1890 по 1916 год произошло четырехкратное увеличение числа больниц с 2100 до 8461. Число коек за тот же период увеличилось в 3,2 раза. С ТИС 70 614 70 614 до ТИС 227 868 227 868 штук. Количество врачей также выросло. Если в 1890 году было всего 13 тысяч врачей, то в 1916 году их стало уже 29 тысяч или в два с лишним раза больше. Смертность от оспы снизилась в два с половиной раза, от ТИФа в два раза, от детских острых болезней в 1,4 раза. Были созданы различные комиссии по предупреждению возникновения особо опасных болезней. Все это вместе взятое привело к значительному понижению общей смертности. Если в 1906 1911 годах число смертей на тысячу жителей достигало 29,4, то в 1911 26, а в 1912 25 на тысячу жителей. Однако на уровне медицины не могло не сказаться то обстоятельство, что царская Россия в конце ТИС ксикс 19 начале 20 века все-таки была отсталой страной. Если национальный доход на душу населения в США накануне Первой мировой войны был равен 680 золотых рублей. В Англии 461, Франции 355, Германии 300, Италии 210, то России всего 101. По данному показателю Россия находилась на одном из последних мест в Европе. Вследствие экономической отсталости в России до революции практически не было своей медико-инструментальной и химико-фармакологической индустрии, поэтому основное медицинское оборудование инструментарий и лекарства импортировались из-за рубежа. Большая часть медицинских услуг оказывалась на платной основе. Бедность народа и преобладание сельского населения вели к недоступности медицины для большинства жителей России. Отсутствие развитого здравоохранения в Царской России стало главной причиной распространения в стране инфекционных заболеваний и эпидемий, оканчивавшихся летальным исходом. Крайне неблагополучным оставалось санитарное состояние страны, неудовлетворительные жилищно-бытовые условия и низкий культурный уровень населения. Канализация имелась лишь в 23 крупных городах и то только в их центральной части. Большинство населения использовало для питья воду непригодную по бактериологическим показателям. Таким образом, несмотря на отдельные успехи, здравоохранение в Царской России в целом не отвечало современным для того времени требованием. Более того, медицина в капиталистической России была, по большому счету, сословная и имела существенные различия по количеству и качеству медпомощи в зависимости от категории населения. Принадлежности к царскому дому, дворянству, крупной или средней буржуазии, рабочему классу или беднейшему крестьянству. Предстояла огромная работа по ее преобразованию и совершенствованию независимо от классовой принадлежности. Этим и занялись большевики после победы Великой Октябрьской Социалистической Революции.